Всем привет! Давайте потихоньку начинать. GNS3 кто-нибудь поставил? Так, смотрите, у нас продолжение прошлой лекции, мы настраиваем протокол SPF для нескольких зон, настраиваем маршрутизиторы между зонами, это вот у нас, R2 и R3, и ASBR, так называемый, да, граничный. Так, на чем мы закончили? У нас в прошлый раз, значит, мы все это настроили, SPF мы подняли, у нас не получилось настроить суммирование сетей, потому что Pocket Tracer просто это не поддерживает. Поэтому я вот, поэтому мы перешли на GNS3. Я не помню. Отдай ему шпаргалку, я ничего не помню без нее, что ты хотел? Ребят, такое есть ручка? Поделись на минуту. Так, значит, смотрите, у нас получается здесь, ну напомню, кто не был, у нас три зоны, зона 0, зона 10 и зона 20, вот эта зона 10, по-моему, это зона 20. Смотрите, на маршрутизиторе, да, не очень видно, да? Вот так. Вот, смотрите, у нас уже видно в консоли маршрутизатора R2, видно, что у нас протокол SPF уже заработал, показывает SPF 5, процесс 1. Ну, по умолчанию мы настраиваем так называемый, у SPF есть процесс ID, ну как у любого процесса в системах в Linux и Windows, соответственно, его можно настраивать, ну, несколько процессов, но я напоминаю, да, что у нас может быть в системе, но это не рекомендуется. Рекомендуется настраивать один процесс у SPF на маршрутизаторе и, соответственно, обзывать их на каждом маршрутизаторе процесс одной и той же цифркой. Рекомендуется, ну, как бы мы везде там пишем у SPF 1. Смотрите, мы здесь видим, что у нас уже, вот у нас несколько интерфейсов и видим, что у нас загрузилось neighbor, это значит сосед. Это три, четыре, тройки, это наши ID нашего соседа и у нас состояние изменилось. Подвинься. From loading to full, то есть loading done, то есть у нас полностью протокол SPF, ну, с R2 получил всю информацию. Да, мы можем посмотреть SHOW IPROAD. Как ты будешь сомнировать, относите. Сейчас, давай. Да, давай. Потом. Смотрите. Видно что-нибудь? Нормально. Ага. Можешь взять стул и спросить просто пока. Смотрите. Так, совсем есть 2.30. Вот что мы хотели сделать. Мы видим, например, сейчас четыре сети 10.10. Вот 1, 0, 3, 2, да, они не по порядку. И четыре сети 10.20. Соответственно, 10.10 это вот это вот, Area 10, а 10.20 это вот это вот, Area 20. И, соответственно, в чем фишки вообще протокола SPF для нескольких зон, да? Зачем вообще придумали несколько зон, зачем вот эта вот вся эта фигня? Один из пунктов это то, что мы можем суммировать маршруты. Соответственно, да? Суммировать маршруты нам не надо вот это вот, например, 4 маршрута, зачем нам это знать? Мы можем указать, что 10.20 это просто идти через этот маршрутатор, да, в зону 20. Здравствуйте. Вот. Соответственно, 10.10 то же самое. Что нам это позволяет? У нас, если сейчас, это еще ладно, там у нас 8 маршрутов всего, это, ну, 8 сетей, нам ничего страшного, как бы, да? Если их будет, там, 100, 1000, там, и больше, мы просто разбиваем на небольшие зоны, соответственно, у нас уменьшается таблица маршрутизации, уменьшается нагрузка на процессор, на обработку, скорость повышается, и более выгодная нам сеть становится. Соответственно, сейчас мы попробуем просуммировать эти сети. Идем к CONF-T. Так, OSPF. Сейчас. Надо шпаргалку посмотреть. А. Вот так. IP, OSPF. Знак вопроса, помните, да, что он подсказывает? Нет, IP, я забыл. А, роутер. Роутер, OSPF. Вот он подсказывает процесс ID. Процесс ID у нас единичка везде. Чтобы нам не забыть, на всех маршрутизаторах одинаковые, да. И что нам надо, чтобы просуммировать R2, маршрутизатор R2, он находится вот здесь, вот это вот этот маршрутизатор. Соответственно, сеть, сети 10.10, это заходится за маршрутизатором R5. Ну, как бы, вот здесь они, да. И мы сейчас хотим их просуммировать, ну, чтобы, например, маршрутизатор R1, и чтобы вот в эту вот, R0, у нас не отдавались 4 сети 10.10, да. 10.10, там, ну и так далее. Была просто одна сеть, да, и мы говорили, что ходить в эту сеть просто через роутер R2. Это делается очень легко. Слушай, Maria 10, range 10, 10, 10, 0, 0. И маска здесь обычно указывается. Все, просуммировали. Бэрчик сам. Что-то глючит. Так, ладно. Выходим. Смотрите. Show IP SPF. Нет. Show IP SPF. Show IP round. Так, да, смотри, смотри, нет, здесь мы видим, что, да, ты прав, здесь мы видим 10.10, они такие же остались, да, вот видите, они никуда не делись, но просто дело же в том, то, что маршрутизатор R2, он непосредственно подключен к этим сетям. Он должен знать о них, об этих сетях, да, потому что, ну, на прошлых занятиях говорили, что сети, которые находятся в одной зоне, одни должны быть известны маршрутизатору R2. Как бы он должен знать об их состоянии и что там в этих сетях творится. Соответственно, мы, он должен знать, ну, вот эти полностью, как бы, да. Смотрите, у нас появился еще один маршрут 10.10.0.0.16, и он пересылает наши пакетики в 0. Ну, то есть, ну, кто, кто знает, что такое 0.0, предположите. Ну, как в Linuxi dev 0, да, просто никуда. Для чего это сделано? Этот пакетик, этот маршрут у нас появился после того, как мы просуммировали, и нужен для того, чтобы наши, те пакеты, которые мы не знаем IP-адреса, чтобы они отбрасывались, чтобы они не уходили в интернет. Просто, смотрите, у нас бывает так вот, что у нас может быть, смотрите, как, я сейчас нарисую, OR2, вот здесь вот может быть интернет, да, и он там как-то сюда подключен. Ну, примерно, это облачко такое, типа так. Вот, соответственно, в интернет у нас что? У нас указывается default route, и о том, что мы, о тех пакетах, которые мы ничего не знаем, да, они идут по дефолту сразу в интернет. Вот. Что нам позволяет настрой, что нам позволяет вот этот вот, где он? Ну, там, я не видел его. Ниже. Да что ж ты за разница-то? Вот он. Например, у нас может быть адрес 10.10.68.1, соответственно, мы смотрим, маршрутатор R2 рассылает, то есть, SPF пакеты и говорит, что на сети 10.10, как мы здесь написали, да, 10.10.16, ну, дробь 16, да, отвечает R2. Ему присылают такой пакет с таким IP-адресом. Он начинает просматривать свою таблицу маршрута, он понимает, что у него нету просто такого. У него нету 68.1. Соответственно, если бы вот этого нул не было, он бы отправил его напрямую в интернет. Но этого делать нельзя, ну, потому что маршрут по умолшению, да, что у нас есть. Этого делать нельзя, потому что 10.10 это внутренние адреса. Их нельзя отправлять в интернет. И для этого у нас сделано вот это вот нул, это типа можно обозвать ловушкой, да, которая... А? Да, он появляется после того, как мы включаем суммирование этих сетей. У нас появилась, получилась эта ловушка, соответственно, этот адрес 10.10.68.1, он не уйдет в интернет, а просто взявнул, и все, он отбросится. Ничего страшного не произойдет. Но сразу же возникает вопрос, да, как же так, как получится, например, если у нас... Если у нас будет нормальный пакет, там 10.10.1.1, к примеру, да, ну не 1.1, ну да, там 9.1, да, пофиг, 1.8, да. Если у нас есть вот такой вот 0.0.16, как же он дойдет до адресации, ну, до пункта назначения? Соответственно, мы просто вспоминаем, что у нас одно из правил маршрутизации гласит о том, что маршрут, который более... Как он? Более определенный маршрут с более определенной маской, более приоритетный. Соответственно, у нас есть два маршрута со слэш 16 и слэш 32. Какой из них будет приоритетнее? 32, правильно, потому что маска более определенная. Соответственно, мы просто смотрим, ага, у нас есть слэш 16, есть слэш 32, значит, мы отправляем по слэш 32. Правильно? И пакетики, которые должны уйти туда, они уйдут в эту сеть. Вот такая фигня. Сейчас мы можем посмотреть на R1, и по идее мы должны увидеть, что у нас уже суммирование включилось. Если у меня все заработало правильно. R1 R1 Show Rode Вот, смотрите, все получилось. Мы видим 10,10. Вы видите? А я вижу. Пакетики. Пакетики. Так, сейчас. Пакетики. Вот. Видите, у нас получилось вот 10,20 у нас все еще 4 маршрута, а 10,10 у нас уже при этом 1. Все, оно просуммировалось. И адрес, он говорит, что via 172.3002. 172.3002 это интерфейс нашего R2 маршизатора. Красота! Давайте попробуем просуммировать сейчас на R3. Включить суммирование. Давай, консоль. Констант. IPOSPF. Что там? А, роут. Просто роут. SPF1. Да, и включаем суммирование. Как мы его включаем? Я уже забыл. Area, что там? Нет, здесь будет area 20. Area 20, 20, потому что у нас зона 20 вот здесь вот находится. Вот это вот, это зона 20. Соответственно, мы конфигурием R3. Ну, в общем, здесь R3, поверьте мне. Area 20. Соответственно, там у нас все эти 20, 10.20, да? 10. Нет, area 20. Range. Указываем. Range 10.20.0.0. Маска 0.0. Все. Все, зашибись. Просуммировали. Show IPROAD. А, смотрите, мы здесь видим, 10-10 у нас тоже уже просуммировались. Да? А, видим. Сейчас вы тоже увидите. Вот так. Я что значит? Я? А это значит... А мы сейчас посмотрим, где-то было написано. Я? Нет, нет, нет. Ты видишь? Нет. Нет, там я большими буквами. SPF, Inter-Area. Вот он, я вот эти большие буквы. Это значит, что через, он получается, смотрите, R3, через зону меж, как межзонная получается, да? Можете сказать у нас, что R3, вот эти вот 10-10, они же находятся вот здесь вот, после R5. Ну, если вы помните, там на R5 мы настраивали loopback-интерфейсы, которые как раз у нас 10-10 и есть. Получается, вот эти сети, они проходят через зону 0, через зону 10 и вот сюда уходят за R5. Соответственно, поэтому у нас и Inter-Area. Так. На R3 включили. Идем на R2. А, на R1. Смотрите, у меня тут сохранилось с прошлого раза. Да, да, не, смотри, просто 10-10, 20 еще, сколько, 4 штуки этих 20-х, да? 10-20. Вот, пожалуйста. Если 10, 10-20. Один маршрутик остался всего лишь, да? Ну, в смысле, у нас было 4 раза по 20, да? Вот здесь вот. А остался просто 10.20.00. Также через 70-72, 30-0.3. 0.3 это интерфейс третьего маршрутатора нашего. Все. Красота. А у нас проблем на том уровне, да, что это стал 0.0. Что? То, что ушка сама, да, ставится сразу? Да. А, кстати, да, давай посмотрим. Она сама должна устраиваться. Да, 0.0. Автоматически. Так, ну что, красота. Добились того, чего хотели. Так, что у меня там дальше? Ну что, АС... Нет, АСБР, АСР. АСР мы настроили, эти два мышицеатора, да? R2 и R3. Давайте настроим R1 как АСБР. И он нам будет передавать в нашу... Вот это вот, как-то в терминах ОСПФ, все вот это, вот несколько зон и вся эта фигня. Это наша... Как же, выскочил я головой. Как это называется? Вот это вот все. Три зоны и наша... Блин, одна автономная система. Вот. Одна автономная система. Автономная система в общих чертах, можно сказать, что автономная система, это система, которая находится под одним управлением. Под управлением, ну, как бы одной компании, что ли. Так можно сказать. То есть, то, что вот мы здесь... Ну, как локальная сеть, можно так. Ну, нет, ну, это не локальная сеть, а именно то, что находится под нашим управлением. Можно считать, что здесь... Вообще, находится интернет дальше. Ну, как бы вы помните, да, что ОСПФ это вообще для локальных сетей, это не... Не интернеты. Вот так. А здесь может быть какие угодно. Дальше. БДЖП там или все, что остальное. Мы сейчас попробуем, что сделать? Мы сейчас попробуем... Вот это у нас будет ASBR. Мы здесь делаем несколько статических маршрутов и попробуем прокинуть их в нашу сеть, в нашу АР. Это так называемое перераспределение маршрутов или Road Redistribution. Это когда мы как-то маршруты из одного протокола, да, или вообще когда без протокола мы статические маршруты, да, прокидываем в протокол другой или, ну, в данном случае, протокол ОСПФ. Это уже немножко получается тема даже CCNP, но я думаю, надо рассказать про это, это интересно. Так, консолька где-то у меня была. R1. Так, 10. Так, что мы тут? Статические маршруты сейчас я настрою. Продолжение следует... Разницы никакой. Смотрите, можно... Он и так, и так понимает. Мы сейчас сделали... Что я сейчас сделал? Несколько сетей, ну, просто статических маршрутов, которые указывают никуда. Ну, как у нас там было, да, вот это вот. Также здесь, в принципе, это совершенно... Совершенно все равно, это как бы выглядит на вкус и цвет и на все остальное, как-то и везет себя так же, как обычный статический маршрут. Мы сейчас с ними попробуем поиграться. Идем, как обычно, в conf.t, router, vspf, что? router, vspf1. И пишем... Нет. Смотрите, в 10 блюд. Что мы хотим... Ну, как, прокидывать, да? BGP, connected, и... Видите, целая куча здесь всего. У нас статика, статические маршруты. Мы хотим нашу статику прокидывать вовнутрь. Subnets. Метрика. Он предлагает нам метрику указать... Вот, видите? Какую-то дефолтовую метрику для протокола vspf. Ну, например, 100. В принципе, все. Мы настроили ASBR. Теперь можно посмотреть... А, на R... Что у меня туда откуда-то? На R2? Мы должны их увидеть. 172, что там у нас? 16, да? Вот они, пожалуйста. Статические маршруты, которые были подключены... Видно, да? 16, 1, 0. Вот они. Которые были к первому роутеру. 3001. У них O, это значит, что SPF. E2, это значит, что это... External Type 2. Type 2, это я... Если я не записал, то я не помню. Надо будет потом посмотреть. В принципе, все. На самом деле, ничего сложного в этом нет. На R1 теперь что мы хотим? Конечно, мы хотим их... Да. Если кто-то прокарел, мне принесли печку. Вот туда вот можно поставить. А где нет? Светечка. О! Зуит. Да. Нет. Пока вроде не очень отходили. Конечно, мы хотим их просуммировать. Ради чего у нас все это задумывалось. conft, мы помним роутер, r, ospf, 1. Здесь команда чуть другая для суммирования. Почему? Потому что мы суммируем уже сети статические в наш ospf. Суммари адрес 82.16.0.0. Все. Опять мы, опять молодцы. Мало того, что настроили ASBR, так мы еще и просуммировали маршруты. Смотрите-ка. Е2, у нас остался один маршрут всего. Вот он. Зашибись. Просуммировали, настроили. Ничего сложного на самом деле нет. Как говорится, что протокол SPF может настроить любой. Но он для этого и предназначался. Максимально простой, максимально просто открываешь в гугле первую же ссылку, настраиваешь этот протокол SPF, у тебя все работает. Но дело в чем, чем отличается простой младший системный администратор, который может поднять этот SPF от настоящего инженера сетевого, который сетевый инженер понимает, как все это устроено. Как это работает, понимает, что внутри этого протокола, как это все смотреть, дебажить. И он знает не хуже самого протокола, как пойдут наши пакетики, как там будет внутри все происходить, и как это будет работать. Дальше мы проговорим. Тема лекции у нас уже не просто построения, а еще и проверка, верификация. Про дебаг. Дебаг, дебаг. Смотрите. Ну, для дебага и для проверки у нас так и есть команда, так и называется дебаг. Все логично, да, и просто на самом деле. Идем на R4, я сейчас вам здесь покажу на его примере. Так, сейчас. R4. Повыше подниму, чтобы получше было видно. Может быть, еще. Смотрите. Дебаг, дебаг. Сначала включим просто дебаг. Дебаг. IP, ну, IP, IP, SPF. В адженте. В принципе, это не сокращение, это так и называется. Ну, как бы, это полностью команда. Сейчас мы посмотрим, как у нас устанавливается состояние соседства. Сейчас мы все сломаем. IP, SPF, процесс. Yes. Все сломать. Смотрите. Все, со всем сломали. У нас интернет кончился. Ой, электричество. Электричество отключает. Команда. Надо запомнить. Цель для команды была разрешения. Все, что я не знаю. Дестрою все. А, вот включилось. Забы. Может, закрыл что-нибудь или там шевельнул что-нибудь? Может, нормально. Нормально нормально. Да, да, да. Он настолько мощный, что может вырубить электричество даже. Дебаг ручную. Сейчас он заведется. Перезагрузиться не можешь? Ну, обычно, да. Давай перезагрузим. Нормально. Давай, детка. О, что-то видим. О. Вот целая куча у нас здесь дебагов насыпалась. Что мы здесь видим? Да, вот начнем с самого верха. Ну, у нас все в down, в down, down уходит. Ну, fast-ethernet down. Все у нас down. Смотрите. Сейчас покажу, подожди. Лобак один из dead, stay down. Дальше у нас начинает все подниматься. Лобак 4, going up. Going up, going up. Дальше, смотрите, мы видим прямо состояние, которое мы рассматривали на предыдущих лекциях. То есть, stay two way. Он так и пишет. Состояние двойного. Как он правильно называется? Я сам забыл. Two way. Второе состояние. Смотрите, выбирается DR, BDR. DR это designated router. BDR это backup designated router. Все, конечно, помнят. Дальше. SendDBD. Отправка. Отправка database description. Ну, DBD. Тоже мы говорили об этом уже. Ну, описание базы данных. Потому что они полностью не отправляют всю базу данных. Вот. Вот они отправляют, отправляют. Send LS request. То есть, если чего-то в базе данных нет. Ну, я это вкратце повторяю. То, что мы полностью все это рассматривали на предыдущих лекциях. А если в базе данных чего-то нет, то мошедратор отправляет так называемый LS request. Типа, дай-ка мне полную информацию. То, чего нет у тебя в базе данных. Вот. Он отвечает тому, что это ReceiveLSUpdate. Синхронизация происходит. Синхронизация. И дальше это ReceiveLSUpdate. ReceiveLSUpdate. Может несколько раз происходить, если у нас несколько сетей каких-то нету чего-то. Ну и дальше вот. Все. Вот мы посмотрели, что у нас тут происходит. В принципе, полностью весь процесс установления соседства мы здесь видели. EDR, BDR, Updates. Вся фигня. Еще несколько команд для дебага. Ну, можно сказать, что это главная команда, потому что она, в принципе, нам все показывает полностью наш это вывод. ShowSPF, сейчас, ShowIP, SPF Network, показывает нам наших соседей, 3.3. Ну, то есть для роутера 4 наш сосед это R3. Вот R4, вот R3, наш сосед. Что мы здесь видим? StateFull и R3 для нас DR, DesignateRouter. Ну, адрес его видим, deadtime видим, да? 36 секунд, 35 секунд. Это не я, но само. Что у нас еще есть? ShowIP, SPF Interfaces. Показывает нам полностью интерфейсы, на которых у нас поднята нашу SPF. Что нам здесь интересно? Здесь интересно, например, ну вот, FastEthernet 0.0 и ZAP. Например, таймеры. Таймеры, мы помним, что одна из самых необходимых, ну как, одно из необходимых условий установления соседства в протоколе SPF, это совпадение таймеров. Мы видим, что у нас HelloTimer сейчас 10. Вы видите? Я вижу. Видите, да? 10, dead 40, wait 40. Давайте попробуем это сломать. Ну, ха-ха. То есть мы должны увидеть, если мы изменим, например, сейчас таймеры, мы должны увидеть, что у нас состояние соседства не будет устанавливаться просто. И SPF у нас не будет работать. Да, да, мы сейчас даже увидим, как у них будет разорваться соединение соседские. Идем в CONF-T. CONF-T. Интерфейс Fast Ethernet 0.0 это вот этот вот интерфейс у нас, на котором у нас, который смотрит в сторону R3, на котором SPF у нас поднят. И мы можем здесь что сделать? Принудительно, вручную, изменить наш таймер. Например, helloTimer. HelloInterval поставим, ну, любой просто. Отбалды. Смотрите, ну, сейчас еще ничего у нас не происходит. Сейчас мы успеем R3 открыть. Давай, R3. ShowIP OSPF Netbar. Он показывает четвертый, что, типа, он еще его нормальный сосед. Но у нас dead timer, смотрите, уже 0.15, 13. То есть, dead timer у нас 40 секунд. Соответственно, мы ждем 40 секунд, пока он не отзовется. 3, 2, 1, аааа, 0. Все. Видите? Сломался. А четвертого нет уже нашего соседа. И он нам написал процесс 1, 4, to fall, to down. То есть, он не может установить, и мы, наверное, на четвертом сейчас увидим. Вот, у нас здесь полностью дебаг включен, да? Что мы видим? Он должен... Нет, мы не видим. Ну, понятно, что он говорит, что у нас все упало. Neighbor down. Dead timer x spirit, он говорит. Что? Что таймеры не сходятся? Мы должны, потому что, вот, точно, я забыл включить... Это не полный event, ну, не полный дебаг, можно еще больше включить дебаг. Дебаг, давай, debug, epil SPF, events. Вот. Он каждые 5 секунд, мы же поставили hello timer в 5 секунд. Вот, вот. Вот, видишь, тебе missmatch hello параметр. From 23, он говорит, что hello, that R у нас 40, а здесь R10. Здесь C20, здесь C5, я не помню, как они пишутся. Таймер не совпадает, вот он прям пишет. Делаем нормально, да, идем на интерфейс Fast Ethernet 0.0. Да, в принципе, все понятно, дебаг включили, и понятно, что где у нас нет. Да, 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 что не совпадает, и именно эти наши таймеры. Можем просто делать там вот так, новый IP SPF. Давайте все выключим, весь дебаг. End of Hello Processing, вот он написал. Мы должны уже увидеть IP, show IP, OSPF, NateBars. А? Ну, можно не выключать. Ну что, тут уже все понятно, вот он, уже установилось у нас соседство. Видите? 3.3, все, фу, стоит. То есть буквально мы вот только-только включили, да, соседство уже установилось. Пожалуйста. И всего лишь здесь две команды дебага, да, show IP SPF. Дебаг IP SPF events и дебаг IP SPF Agentes. Agentes. Адержит просто там. Да. В принципе, все понятно. Дебаг нормально, все пишет хорошо. Так, что еще? Про аутентификацию. Аутентификация. Мы помним, что у нас протокол IP SPF поддерживает три типа аутентификации. Ну, это тоже уже немножко за рамками CCNA, но я думаю, тоже надо рассказать. Три типа. Без аутентификации. Аутентификация с открытым паролем, ну, то есть plain text вообще, да. И MD5, MD5 hash. Соответственно, для чего используется? Используется, ну, это один из параметров, который должен совпадать у всех маршраторов, находящихся в одной зоне. Соответственно, если пароли не совпадают, ну, понятно, да, там, если у нас не совпадают пароли, состояние соседства не устанавливается. Если у нас не совпадает тип аутентификации, состояние соседства тоже не устанавливается. Давайте попробуем поиграться. И настроить простую аутентификацию, например. Для начала простую, дальше попробуем с MD5. Так. Сейчас он без аутентификации. Да, сейчас вообще без аутентификации. Мы ничего не настраивали же. По научению аутентификация выключена. Давайте на R1, например, поиграемся. Так. Давайте включим дебаг. IP и OSPF от Genty. Мы уже помним. Включим. Аутентификацию начнем настраивать. Идем на интерфейс. IP и OSPF. Вы просто не знаете, можно не хребрироваться, а не зачитать, а он просто сам на себе живет, да? Да. Нет, мы сети указываем, интерфейсы мы указываем, на какие нам рассылать пакетики. Смотрите. Вот сейчас эта команда IP OSPF authentication, она включит нам простую аутентификацию. То есть мы еще ничего не указываем. Сам пароль тоже еще не указываем, но тип аутентификации у нас уже поменялся. И по идее в дебаге мы уже должны увидеть, что состояние соседства у нас не устанавливается. Давай, ругнись. О. Мисмать аутентификация type. Видите, сразу посыпались сообщения. В принципе, все сразу понятно. Type 1, вот у нас есть несколько типов, да? Type 0 это если вообще без аутентификации, type 1 это он говорит вьюс, type 1 это значит, что с открытым текстом, plain text. Type 2 это md5 hash. Соответственно, давайте, мы только сейчас включили, указали тип аутентификации, да? Давайте укажем пароль. IP OSPF authentication k, например, cisco. А нам надо, чтобы пароль западала в рамках одной зоны или рамках одного птичьего? В рамках одной зоны. Мы же на интерфейс заходим, да? Нет, мы можем, смотрите, да, здесь есть еще второй способ настройки. Я сейчас показываю, как на интерфейсе настраиваем, но можно на всю зону указывать. В принципе, но по факту эффект будет один и тот же. То есть, по факту можно между двумя ротами, например, по-моему, поставить, да? Нет, в пределах одной зоны у всех трех должно быть один и тот же пароль. Они не смогут, они просто в пределах одной зоны все должны же между собой установить состояние соседства. Одно из условий – это одинаковый пароль. Там просто чуть по-другому эта настройка происходит. Смотрите, на этом мы видим, что у нас процесс ID, Natebar 1.1, Fast Ethernet изменил состояние с Full to Down. Просто потому, что у нас Dead Timer прошел. Dead Timer и экспирит. Так, дебаг, давай, дебаг, IP, OSPF, Agentsy. Уже все помнят, да, команду? Вот, смотрите. Начал то же самое. Ругаются Miss Martin, Intrification Type. Давай, идем к Conf-T, интерфейс Pass Ethernet 0.0 у нас там, по-моему, да? Сейчас смотрю, какой он там. По-моему, 0.0. Давайте я сейчас. А, 1.0 у меня здесь интерфейс. R2. 1.0. Сейчас. Да что ж, зараза такая. Вот так. Получше. То же самое включаем IP, OSPF, Antitification. Смотрите. Что? Antitification Type? Нет, я ука... Вот. Mismatch Authentification Key. Сообщения уже другие посыпались. Правильно, что Type у нас уже один и тот же. Мы указали, что у нас Type это Plain Text. Но при этом ключ мы не указали. А, ну вот он говорит, Clear Text. Ключ еще не указали. И он нам уже говорит, что уже не Type, а Key не сходится. Ну, тоже все логично и прозрачно. Все понятно сразу. IP Authentification Key. Циск у нас там был, по-моему. Все. 1, 2. R1 и R2. Да, видите? 3003 все еще ругается, что MissMatch Authentification Type. По идее, если мы сейчас посмотрим... Давай, Rode. 10, 20 мы не видим сетей. 10, 20 у нас находится за R3. Вот это вот R3. Вот здесь у нас 10, 20 сети. R3, он не наш сосед, соответственно, 10, 20 мы не видим сети. Все логично. Но я думаю, не будем его настраивать. Давайте посмотрим, как настраивать MD5. В принципе, тоже довольно прозрачно все и ничего такого особенного. Начнем с R2. Идем, как обычно, CONF-T. Интерфейс Pass Ethernet 1.0. IP, OSPF, Authentification Type мы должны указать. Message Digest. Это значит, что у нас будет MD5. Аутентификация. Но сейчас он должен опять начать ругаться. MissMatch Authentification Type. IP, OSPF, Message Digest K. Команда полностью выглядит так вот. Один. Потом тип. Он говорит, MD5 мы можем использовать. И, собственно, сам ключ. Циско. Смотрите. Да, смотри, я сейчас посмотри. Message Digest K. Кей 1. Это значит, ID. Это значит, он первый. ID.1. У нас может быть несколько... Вот в чем прикол с MD5. У нас может быть несколько таких ключей. Я сейчас покажу. И, соответственно, это очень удобно. Если мы хотим поменять такой ключ, MD5, мы можем указывать с несколькими ID, несколько ID-шников. И этот роутер, если у него указано несколько ID-шников, он будет подписывать свои пакетики сразу двумя ключами. Соответственно, мы можем плавно перейти, плавно поменять ключи на всех маршрутизаторах, не разрывая состояние соседства. Так, мы на R2 настроили. Идем на R1. IP o.spf. Authentication Message Digest. Давай. Сейчас мы поменяем на Authentication Key. Где-то тоже, да? Да. Смотрите, с одним у нас Type, а с другим Key. Да, мы видим. Ну вот, 0.2 здесь Key, указан 0.3 это Type. Вот здесь. Вот так. Так, сейчас мы указали, что мы используем MD5, соответственно, мы сейчас его включим. IP o.spf. Message Digest Key ID1, MD5, пароль Cisco. Не обязательно. Кстати, да, можно поменять. Давай проверим. Интересно. Хороший вопрос. Он знает, что происходит. Он знает, что происходит. Сам не знаю, что происходит. SendWish. Вот, видите, он показывает, что Key1. Давайте с Key2 сделаем. Будет ли он его принимать? Так, а ты первый бы убил? Нет, с первым у нас Key1. У нас пароли совпадают, а ID-шники разные. Так, надо, чтобы ID-шники были разные. Рассказывай, давай уберем. Все это так. Убили. Key1. Так, это 0.3. А, 0.2. MissMash. А, подожди, сейчас он, подожди, что он скажет. SendWish. Key2. А, видишь, ID-шники разные. Вот он, 0.2. А, он по ID-шнику прошел, да? Да, походу, ID-шники тоже должны совпадать, не только ключи. Смотрите, у нас, когда было два ID-шника здесь, он рассылал, подписывал сразу двумя. Смотри. Ну, блин, сейчас, сейчас. О! Янгис Key1. Ну, давай, где Key2? Key2-то есть у нас? А, вот. Нет. Я все сломал. Key2 already exists. Ну, давай. А, так он посылает. Смотрите, у нас как происходит смена ключей. Вот он. Пока мы имеем два ключа, которые... Нет, смотри, да. Два одинаковых ключа на двух маршизаторов. Соответственно, первый маршизатор, который... Ну, они обмениваются с ID-шником 1, да? На одном из них мы включаем новый ключ с ID-2, и он, на том, на котором у нас сейчас два ключа, да, он начинает подписывать свои сообщения двумя сразу ключами. Соответственно, когда у нас на втором мы включаем новый ID-2 и новый ключ, первый понимает то, что у нас все подписывается вторым ключом, и начинает подписывать сообщение только вторым ключом, с ID-2. Поэтому мы сейчас видим, что он send wish youngest K-1. Только с K-1. У нас здесь где-то была такая тема. Если K-2, K-2. Вот. Видите, здесь у нас был момент, когда у нас было два ключа, и он делал send сразу wish K-1 и K-2. Соответственно, вот этот механизм позволяет нам перейти, безболезненно сменить на всех маршизаторов наши ключи. Ну, как-то так. Выключим весь дебаг. Все, все, хватит. Все сломали. Как всегда. Ну, в принципе, у меня все. Потому что, на самом деле, я думал, что что вы придетесь с ноутбуками, мы будем устраивать лабу здесь. Но раз уж у нас получилась лекция, то как-то так. Я думаю, в следующий раз попробуем поломать. Интересно попробовать поломать? Там я нашел просто несколько статей, интересных в интернете, с уязвимостями. Из дырки. Из дырки. Мы можем что делать? Мы можем перенаправлять, например, трафик через... Ну, просто играться управлением трафиком. Управлять трафиком внутри предприятия. Посылать его по одному маршруту, вместо того, чтобы он ходил по другому. Ну, в принципе, не так интересно. Мы можем посылать его через наш маршруциатор и снивать все пакетики. Очень просто. Причем эти баги позволяют, насколько я понял, я там, ну, так вкратце посмотрел эти статьи, баги позволяют, даже если у нас включен какой-нибудь тип аутентификации, даже если с MD5. за счет того, что там какие-то... за счет этих багов, да, что мы все равно можем этим управлять трафиком. Я думаю, с этим с GNS3 должно быть прикольно. Лабу тогда, смотрите, давайте так сделаем, что я сейчас запись выключу. Микрофон-то полташен. Нет, а куда нажимать-то? О, Господи. Все пропало. Ну, как мне его выключить? Ну... Старт? Нет, где? Да, по-моему, да. Но он же сломает все, все сломается. А, стоп, сперезагрузка.